Заработавший 210 миллионов при бюджете в 19, фильм «Назад в будущее» сделал мировыми звездами Кристофера Ллойда и Майкла Джей Фокса, который на премьере фильма сидел рядом с принцессой Дианой, которая умерла в 1997 году. Фильм сделал бессмертной машину DeLorean DMC-12, которая стала машиной времени. Хотя изначально машиной времени должно было стать лазерное устройство, а позже им стал холодильник. Марти должен был сидеть в холодильнике, и в это время должна была взорваться атомная бомба недалеко от него, и таким образом Марти должен был перемещаться во времени. Но эту часть исполнительный продюсер Стивен Спилберг попросил переписать, потому что дети могли повторять за главным героем фильма «залезать и сидеть в холодильнике». К тому же это сэкономило бюджет фильма и избавило его от пиротехнических взрывов. Спустя много лет Стивен Спилберг использовал эту идею с холодильником и взрывом в фильме «Индиана Джонс» и «Королевство хрустального черепа» 2008 года. Индиана спрятался в холодильнике во время взрыва бомбы, и не переместившись во времени, остался жив. Я Сергей, и вы на канале «Ай люблю людей». Сценарий фильма многократно отвергался и уходил на доработку и переписывание сцен. Во время съемок некоторых сцен, игравший отца Марти, актер Криспин Гловер, потерял голос и просто открывал рот в сценах. Позже он наговаривал свой текст отдельно на постпродакшене. Дальше я еще расскажу много интересных фактов о фильме, а пока что начнем рассматривать главного героя. Вегетарианец Майкл Эндрю Фокс, известный как Майкл Джей Фокс, играл главного персонажа всего фильма по имени Марти Макфлай. На сегодня Майклу 55 лет. Это потому, что он родился 9 июня 1961 года. Отец Майкла умер в 90-м году от сердечного приступа, а мама Майкла была актрисой и помогала сыну получить его первые роли. Впервые Майкл появился на экранах в эпизодической роли в сериале «Волшебная ложь» в 1977 году. Далее были еще мелкие появления в сериалах, а в 15 лет он получил одну из главных ролей в сериале «Лео и я». Спустя много лет у сценариста сериала, режиссера, оператора и у Майкла Джей Фокса обнаружили болезнь Паркинсона. Но о болезни Паркинсона я расскажу позже. В 80-м Майкл получил роль в фильме «Полуночное безумие», а в 82-м получил главную роль в сериале «Смертельные узы». А в 82-м получил главную роль в сериале «Семейные узы». Также появлялся редко в других сериалах. А уже в 85-м, после того, как Эрика Штольц уволили, наняли Майкла Джей Фокса на роль Марти Макфлая, где он в течение двух месяцев снимался с утра до вечера в сериале «Семейные узы», а с вечера до поздней ночи в фильме «Назад в будущее». Подробнее про замену Эрика Штольца и других актеров в фильме «Назад в будущее» вы можете узнать, посмотрев в ролике «3 плюс 3 актера, которых заменили», часть 2-я, ссылка на который будет в описании к этому видео. За роль в фильме «Назад в будущее» Майкл получил награду «Сатурн Ауэрдс» как лучший актер. В это же время неоднократно получал награды за роль в сериале «Семейные узы». В этом же 85-м году Майкл играет в фильме «Волчонок», в финальных титрах которого парень на заднем плане вытаскивает свой болт из штанов. В поздних версиях этого парня вырезали, и сверкание болтом на камеру осталось только на ранних версиях фильма. В 87-м году Майкл играет в фильме «Дневной свет», «Секрет моего успеха» и еще нескольких фильмах. А в 89-м его берут сниматься в продолжениях фильма «Назад в будущее». Вторая и третья часть фильма снимались одновременно. Или одновременно. Во второй и третьей части заменили актрису, игравшую девушку Марти Макфлая, и отца Марти. Об этом вы также можете посмотреть в ролике «3 плюс 3 актера», которых заменили часть вторая, про которую я уже упоминал. В 88-м году Майкл женился на актрисе Трейси Полон, с которой они вместе снимали в сериале «Смертельные блядь». Что за хрень? «Смертельные узы». «Мортал узы». В 88-м году Майкл женился на актрисе Трейси Полон, с которой они вместе снимались в сериале «Семейные узы». Позже у Марти и Трейси родятся четверо детей. Сэм Майкл в 89-м, близнецы дочки Скайлер Фрэнсис и Аквина Кейтлин в 95-м, а также дочь Эсме или Эсми Аннабель в 2001-м. Производство второй и третьей части фильма стоило 40 миллионов, а принесли эти фильмы более 500. Кстати, начальник Марти в будущем Нидлса играет басист группы Red Hot Chili Peppers по имени Майкл Питер Белзери, он же Блоха и он же Фли. Также он появляется и в третьей части фильма и вызывает Марти погоняться по прямой на скорость. Также во второй части появился будущий Фродо, маленький актер по имени Элайджа Стояк, то есть Вуд. Вуд на сленге значит «стояк члена». А помощника Шрифа играл актер Донован Скотт, который играл Лесли Барбару в фильме «Полицейская академия». Про него я рассказывал уже в ролике, что стало с актерами «Полицейской академии» часть вторая. Ссылка на этот ролик будет в описании к этому видео. Плюс к этому также во второй части появился Билли Зейн, который позже играл в фильмах «Фантом», «Титаник» и прочих. Он также появился еще и снимался и в первой части фильма «Назад в будущее», когда Марти Макфлая играл Эрик Штольц. Но когда его сменил Майкл Джей Фокс, Билли Зейна уже почти не было в первой части. Если интересна тема мелких ролей больших актеров, которые стали в будущем большими звездами, то посмотрите ролик на эту тему, который находится в описании к этому видео. Кстати, посмотрите, что показывает развратный сын Эмита Брауна в камеру в конце фильма «Назад в будущее 3». Он подзывает вас посмотреть на его шуруп в штанах. Развратный школьник. Затем у Майкла была обнаружена болезнь Паркинсона в 91-м году, о которой он рассказал общественности только в 98-м. Из-за этой болезни Майкл не может просто стоять или сидеть, или лежать смирно. Он постоянно двигается, и это очень мешает ему. Поначалу ему трудно было делать обычные вещи, чистить зубы, есть и так далее. Однако катание на коньках помогает ему избавиться от симптомов, но только пока он двигается. Ходили слухи, что болезнь Паркинсона у Майкла Джей Фокса появилась после неудачной сцены удушения во время съемок в фильме «Назад в будущее 3». В одном из дублей Майкл действительно стал задыхаться от впивающейся в шею и веревки, но никто из съемочной группы не понял, что Майкл не играет и не притворяется, а ему серьезно плохо, и Майкл потерял сознание. Об этом написал сам Майкл в своей автобиографии в 2002 году. Кстати, на лицензионном DVD «Назад в будущее», который у меня был, есть возможность смотреть фильм с комментариями и заметками режиссера и актеров. Там прям поверх фильма он рисует иногда и делает заметки. То есть вы смотрите фильм, а поверх этого изображения накладывается вместе с субтитрами и аудиодорожками еще и рисунки, и заметки режиссера. Этого я больше нигде никогда не видел. Ни в одном лицензионном DVD или Blu-ray. Я не знаю, что за технику применяли, так как это не отдельный поток с видео, а именно какое-то уникальное наложение поверх видеопотока. Я пересмотрел много лицензионных изданий и фильмов о создании фильма и никогда не видел такого. Видел и возможность просматривать сцену с разных камер в лицензионном форсаже первой части, но это просто переключение видеопотоков. Также видел просмотр создания сцены в то время, как она показывается, но это тоже не то. Так что если вы киноман и любите копаться в фильмах, как и я, то качните или купите лицензионный DVD или Blu-ray с фильмом и увидите сами. Далее Майкл снимается в фильмах Доктор Голливуд, срочно требуется Звезда, Американский президент, Страшила в 96-м, который режиссировал Питер Джексон. Фильм также стал последним, в котором в главной роли был Майкл Джей Фокс. Далее в 96-м Майкл начал сниматься в сериале Спин Сити, в котором снимался до 2000-го года. Также в сериале появилась и жена Майкла, Трейси Полланд, в паре эпизодов. А благодаря роли в сериале Спин Сити, Майкл получил кучу наград Золотой Глобус и номинации на Эмми, а также прочие награды. После этого были фильмы Марс Атакует, озвучка Мошонка, то есть Мышонка Стюарта в фильме Стюарт Литтл, озвучка в мультике Атлантида Затерянный мир в 2001-м году. В 2000-м Майкл взял перерыв в работе, так как симптомы болезни Паркинсона стали более ярко выражаться. Он занялся изучением болезни, даже создал фонд Майкла Джей Фокса, который помогает больным и занимается изучением болезни и поиска лечения, так как на данный момент нет лекарства от болезни Паркинсона. Майкл поддерживает использование стволовых клеток, которые могут помочь справиться с этой болезнью. Далее была озвучка в мультике Магическая семерка, появление в паре серий сериала Клиника в 2004-м году, которую нашел по MTV. С 2010-го играл в сериале Хорошая жена. В 2011-м Майкл занимался озвучкой в игре Назад в будущее. В 2013-м снимался в собственно созданном сериале шоу Майкла Джей Фокса, который был отменен спустя один сезон и 15 эпизодов. Семь оставшихся вышли только на DVD и не показывались по телевидению. В 2015-м занимался озвучкой в игре LEGO Dimensions и в игре Назад в будущее 30-летняя годовщина. Именно в этот день во второй части фильма Назад в будущее главные герои прибыли в будущее на летающей машине. Так вот, Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд играли мини-сценку на сцене в прямом эфире на шоу Джимми Киммела. И это шоу действительно идет в прямом эфире с задержкой в десяток секунд вроде бы, но в прямом. А не как у нас шоу с Иваном, которое лишь вдается за прямой эфир. По крайней мере раньше выдавалось. Также 21 октября 2015 года вышел документальный фильм Назад во времени в оригинале Back in Time, в который в течение почти двух часов рассказывается, кто кем стал, как снимали фильм, что было, что есть и так далее. Фильм был создан благодаря фанату фильмов Джейсону Аарону. Он же был режиссером этого фан-фильма. Джейсон Аарон создал в 2013 году проект на Кикстартере и собрал на съемки фильма 45 тысяч долларов. Фильм начали снимать, и позже в фильм еще вложили 150 тысяч. 17 июля 2016 года Майкл Джей Фокс с группой Coldplay играли Earth Angel и Джонни Бигуд. Те песни, что звучали в первой части фильма Назад в будущее. Под песню Джонни Бигуд Марти Макфлай зарубался на гитаре на выпускном Лоррейн. Если кому интересно, то ссылку из концерта, где Майкл играет с группой Coldplay, я оставлю в описании к этому видео. На этом пока что все. Если вам понравилось видео, то дайте мне знать об этом в комментариях, а также проголосуйте справа сверху. И продолжение рассказа о фильме Назад в будущее и об актерах не заставит себя ждать. Если понравилось это видео, то можешь глянуть еще парочку интересных с канала Ай Люблю Людей. Интересные видео есть как в описании этого ролика, так и отображены на твоем экране прямо сейчас. А если есть что сказать по теме, то напиши в комментарии, будет интересно почитать. До встречи!